Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Поддержать на уровне власти и оказать посильную помощь. Глава Самары Елена Лапушкина проверила работу ТОЗ Зубчининовский, активисты которого занимаются сборкой и отправкой вещей первой необходимости на Донбасс. Почтить память погибших и выразить дань уважения тем, кто выстоял. В Самаре отметили 79 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады. На торжественном возложении цветов побывала Елена Лапушкина. Что делать, если забыл ценную вещь в такси? Куда обращаться и какие самые интересные находки обнаруживали водители в нашем сюжете? Поддержать на уровне власти и оказать необходимую помощь. Глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОЗ Зубчининовский, активисты которого занимаются сборкой и отправкой товаров первой необходимости на Донбасс. Неравнодушные жители города собирают гуманитарные грузы и отправляют в зону специальной военной операции. Одежду, лекарства, продукты, питание, маскировочные сети. Глава города посмотрела, как реализуются инициативы населения и выяснила, нужна ли волонтерам дополнительная помощь. Тему продолжит Ольга Павлова. Когда город только просыпается и готовится к новому дню, Анастасия Катышева уже в пункте сбора гуманитарной помощи. Сегодня она принесла теплые вязаные носки и перчатки. Каждый солдат, выполняющий боевые задачи в зоне СВО, должен быть одет, обутно, окормлен, защищен и уверен в том, что дома его любят и ждут. Это наши ребята, наши отцы, дедушки, дяди, братья, друзья, знакомые. Как им не помогать, если им нужна помощь? Одежду, обувь, лекарства, продукты питания. Активисты ТОС Зубчининовка начали помогать нашим бойцам фактически с начала специальной военной операции. За это время их силами, силами волонтеров и неравнодушных жителей города на Донбасс было отправлено около 45 тонн гуманитарного груза, 26 машин. Наше сообщество, оно самое первое, было в Макеевке 6 января, куда отправили груз. Плюс не только закупаем продукты питания и одежду, плюс еще УАЗ был куплен. Вы знаете, очень много пенсионеров, бюджетников помогают. Ну и предприниматели Зубчининовские по сильной помощи оказывают. Координатор волонтерского движения Ирина Суфиджанова вспоминает, как ехали в Макеевку, затем в Белгород. Говорит, страшно не было, было лишь огромное желание поскорее довести гуманитарку тем, кто в ней больше всего нуждается. Уже дома в Самаре узнала, как бойцы хвалили борщ, приготовленный волонтерами по специальному рецепту. Сидим вечером на дежурстве, захотели кушать. Мы сначала не поняли, что залили кипятком. Как вы смогли сделать так, что мы за тысячи километров сидим в окопе и ели мамин борщ, который у нас приготовляет мама дома. Это же надо же, как вы все, любовь какую вложили туда. Печка самодельная, сделана в гараже. Сверху готовить можно, греться, сушить. Чтобы смастерить эту печь, нужно совсем немного. Смекалка и пустой газовый баллон. Такие конструкции в зоне СВО на вес золота, особенно в зимний сезон. На ней можно приготовить еду, высушить белье и просто посидеть рядом, вспомнив родных, близких и теплое самарское лето. Я вас обязательно, председатель ТОС, соберу, потому что опыт у всех такой очень уже наработанный и колоссальный. Во-первых, вот просто поделиться, да, кто-то может не знает, а кто-то еще не знает, кому присоединиться, как-то в своем соку вариться. И вот вы расскажете, и другие девчонки расскажут тоже, как они работают. Представители территориальных органов местного самоуправления помогают не только товарами первой необходимости. Галина Димова показывает мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей. Плетет по инструкции. Сегодня для весенне-летнего периода. Сеть должна быть заполнена на 70% и имитировать природные элементы, листвуя землю. Состоит тканевая конструкция из сплетающихся квадратов. Сначала делается змейка. И плетем. Шесть квадратиков сюда, шесть квадратиков сюда. Плетется в шахматном порядке. Одна сверху, другая снизу. Маскировочные сети скрывают военную технику и укрытие бойцов. Их делают из простой сетки, куда вплетаются полоски ткани разного цвета. Для маскировки в теплые и холодные сезоны. Одни волонтеру приносят ткани, другие режут, третий плетут. Для этих целей православный храм иконы Божьей Матери, услышав об инициативах населения, выделил отдельное помещение. Помогать едут из всех районов города и области. Здесь вот этот квадратик открытый. Квадратик допускать нельзя, девочки. Мы учим. Обязательно в этом открытом квадратике, если у нас уже четвертый, получается, оба, здесь обязательно должен быть вот галстучек либо огонь. Одна из основных задач органов местного самоуправления – поддержка инициатив населения. Особенно, когда это касается ребят, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На сегодняшний день со стороны Министерства обороны военнослужащие обеспечены всем необходимым. Существенный вклад внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава Самары Елена Лапушкина неоднократно подчеркивал, что таким инициативом добровольческих объединений городская администрация всегда готова оказать поддержку, чтобы они развивались и дальше. Кроме того, администрация Самары оказывает помощь семьям военнослужащих, контрактников и добровольцев Самарского батальона. А сотрудники районных администраций всегда находятся с ними на связи. На всех уровнях власти, безусловно, необходимо поддерживать такие инициативы, потому что это то, что людям действительно надо, что это неоспоримо. И мы будем это делать, будем поддерживать, будем помогать. Я продолжу объезжать территориальное общественное самоуправление. Когда такая масса пожеланий накопится, конечно, мы встретимся с председателем Совета ТОС, обсудим, возможно, поделимся опытом друг с другом и будем в дальнейшем это все использовать. Объединяют неравнодушных самарцев для работы над общим делом и помощи бойцам, которые стоят на защите нашей Родины, активисты ТОС Зубчининовский через мессенджеры. В группе ЗОВ уже 3700 человек и цифра ежедневно растет. Волонтеры поддерживают связь с военными для того, чтобы понимать, что необходимо доставить в зону СВО. Для того, чтобы каждый солдат ощутил тепло родного дома, заботу, внимание, любовь и искренне верил в то, что победа будет за нами. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В России отметили 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. По всей стране 27 января проходят памятные мероприятия, выставки, кинопоказы. В Самаре акцию провели традиционно в Парке Победы. Глава города Елена Лапушкина, председатель Гордумы Алексей Дегтев, представители ветеранских, общественных, молодежных организаций возложили цветы к вечному огню и сказали слова благодарности всем, кто пережил годы блокады и остается образцом стойкости, мужества и преданности Родине. Подробности в нашем сюжете. Вечная память павшим, вечная слава героям. Минута молчания, звуки гимна и слова благодарности тем, кто выстоял. В Самаре отметили 79-ю годовщину освобождения блокадного Ленинграда. И в этот день мы отдаем дань уважения и памяти защитникам и жителям города, которые доказали, что человеческая воля сильнее вражеского оружия. В истории нет трагедии, сравнимой с теми испытаниями, через которые прошли жители и защитники города. Они защищали город, они продолжали трудиться, испытывая жесточайший голод, холод, бесконечные бомбардировки и артобстрелы. Блокада Ленинграда всем нам в суровом напоминании, что несет за собой фашизм. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Точное число погибших до сих пор неизвестно. По разным оценкам от 600 тысяч до полутора миллиона человек. В память о погибших к вечному огню возложили цветы. Многие блокадники в этот день вспоминают, как детьми покидали город, уезжали в эвакуацию, навсегда расставаясь с родными. Это было 8 августа 1942 года. По Ладоге нас с баржей на баржи отвезли на восточный берег. Кстати, мы в этот день планировали на вторую баржу этого дня. Но на наше счастье, как оказалось, мы опоздали и попали только на третью баржу. Когда 20 минут мы отплыли от берега, нам навстречу, к великому нашему сожалению, плыли детские панамки со второй баржи. Потому что 100 самолетов висело над этой трассой. Причем первый элитный воздушный флот немцев был брошен на Ленинград. Жила обыкновенная семья. Началась война. Отца отправили на Урал с оборудованием. Но этот эшелон разбомбили. Он вернулся в Ленинград. Спрашивает, почему вы не уехали? Я была договоренность, что вы уехали. Да ну, вроде, как-нибудь проживем вроде. Говорят, недолго. К памятнику жертвам блокадного Ленинграда возложили цветы и блокадный хлеб. 125 граммов. Именно столько выдавали на человека. Те истории, которые мы слышим, очень сильно схватывает внутри. И боль. Это важно помнить, какие у нас были события. Ведь кто не помнит прошлого, у тех не будет будущего. Преклоняемся перед подвигом наших людей и тех, кто еще остались живы. Дай Бог им долголетия земного, здоровья и всего самого-самого хорошего. Сегодня в Самаре живет 88 защитников блокадного Ленинграда, оставаясь примером стойкости, мужества и преданности Родине. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Константин Головин. События. В год педагога и наставника в России, который был объявлен президентом Владимиром Путиным, самарские транспортные предприятия усиливают работу в части поддержки и обучения молодого кадрового состава. Организуют шефство над новыми сотрудниками. В одном из автобусных парков Самары новичкам рассказывают об устройстве крупногабаритных машин и сообщают о нюансах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневных рейсах. За каждым из новичков закреплен опытный наставник. О романтике больших дорог, комфорте и безопасности перевозок, а также бесценном опыте лучших сотрудников транспортного предприятия – репортаж Ольги Павловой. При открытых дверях движение категорически запрещено. Открытие производится только после полной остановки. Серебряный призер областного конкурса водительского мастерства Виталий Сычев проводит мастер-класс для будущего водителя автобусного предприятия. Ранее кондуктор, а теперь бригадир водительского состава Надежда Федюнина не теряет надежды на то, что вскоре сядет за руль крупногабаритного авто. Права категории «Д» она уже оформила. Теперь нужно отработать профессиональные навыки и выйти в свой первый рейс по улицам родного города. Управлять пассажирским автобусом Надежда мечтала с детства. Нежинский труд и тяжелый руль ее не пугают. Напротив, добавляют романтики и драйва. У меня будет хороший наставник, который меня к этому подготовит, чтобы было аккуратно, целеустремленно и безопасно. В год педагога и наставника в России, который был объявлен президентом Владимиром Путином, самарские транспортные предприятия усилили работу по обучению молодого кадрового состава. В автобусном парке Самары новичкам рассказывают об устройстве крупногабаритных машин и сообщают о нюансах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневных рейсах. Бесценным опытом делятся сотрудники, для которых профессия водитель – скорее призвание. Это романтика – колесить по городу, видеть людей, видеть объекты, которые проносятся мимо тебя. Пассажиры будут всегда, перевозить их мы будем всегда. Ни один город не останется без общественного транспорта. И работа перспективная и стабильная. По словам наставника Виталия Сычева, быстрее всего схватывают материал молодые сотрудники. Новичкам он рекомендует начать с изучения должностной инструкции, основ безопасности дорожного движения и ПДД. Знать нужно многое, отмечает Виталий Владимирович. К примеру, обучение на категорию Д имеет ограничения по возрасту. Получить права на управление автобусом могут граждане, имеющие однолетний стаж вождения. Кроме того, работа на крупном транспортном предприятии – это строгий распорядок дня, большая ответственность и взаимодействие с людьми. Нужно уметь справляться со стрессовыми ситуациями и аккуратно управлять автобусом, чтобы пассажиры не испытывали неудобств. Моя задача – сделать как можно больше для того, чтобы молодой водитель получил все навыки, для того, чтобы безопасность в его работе была на первом месте. В настоящее время в транспортном предприятии «Самара» трудится более полутора тысяч человек. Сотрудникам предоставляется полный соцпакет, медобслуживание, обучение и стажировка, а также корпоративная мобильная связь и жилье для иногородних. В автобусном парке города надеются, что в год педагога и наставника транспортное предприятие обретет новые талантливые кадры, для которых цель, устремленность, трудолюбие и порядочность станут главным жизненным девизом. Когда приходит молодой специалист, он, конечно, молодой, он всему обучен, всему научен, но принцип «делай, как я» никто еще не отменял. И вот лучше, чем практика, наверное, метода нету научиться делать, решать ту или иную задачу. А самое простое, самое понятное – это когда подходит опытный человек и своим примером на деле объясняет, поясняет, показывает, как все это в жизни происходит. Обучать и поддерживать молодые кадры будут в каждом транспортном предприятии Самары, организующем пассажирские перевозки. Причем не только в год педагога и наставника. Подобную практику хотят внедрить на постоянной основе. Ну а пока новичкам остается отрабатывать свои профессиональные навыки и после отправляться в свои первые рейсы за романтикой больших дорог. Помни, что в приоритете – комфорт и безопасность пассажиров. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События. На этой неделе в России отметили День студента. Традиция празднования возникла после открытия первого в России высшего учебного заведения Московского университета имени Михаила Ломоносова. Дата приурочена ко дню его основания. Самарские студенты Университета имени Академика Королева этот праздник встречают в научной лаборатории. Осваивают современные технологии. Вместе с ними Ксения Баканова окунулась в научную среду. Мы можем на ходу перепроектировать и уже второй сделать уже другой конструкцией и дальше уже третий или четвертый запустить какую-то серию. Ну вот таких изделий было около 100 штук. Студенту четвертого курса Ивану Циулину нравится изучать все, что связано с двигателями и энергетическими установками. Будущий специалист уверен, чтобы разбираться в сложных процессах, одной теории недостаточно. Нужна постоянная практика. А лучше всего ей заниматься в стенах своего родного университета. Легче всего дается подготовка машины, подготовка порошков, просто физический труд. А сложнее всего подготовка сложных и интересных файлов. Иногда детали бывают с очень сложной геометрией, и чтобы подготовить ее для грамотной печати, нужно действительно постичь подумать. Организовать производство собственных деталей или инструментов теперь не мечта, а реальность. И при этом не нужно вытачивать изделия вручную. Всю работу за человека сделает машина. 3D-принтер изготавливает детали из металлического порошка и других материалов. Компьютерные программы для этого разрабатывают ученые. А будущие инженеры, студенты университета имени Королева, в лаборатории отрабатывают умения и навыки. Мы реализуем такой принцип – это подготовка через проекты, то есть через практикоориентированную деятельность. И ребята ко мне приходят в лабораторию, наверное, уже на первом курсе. Мы их развиваем, ставим через практику, ну и, конечно, приветствуем все их инициативы. То есть, если можно посмотреть на нашем выставочном стенде, большое количество работ именно инициативных ребят. Огромные машины не пугают и Вадима Хупуддинова. Учиться конструировать двигатели для самолетов и ракет интересно, рассказывает студент третьего курса. А когда есть лаборатория, где для этого созданы все условия, вдвойне увлекательнее. Есть возможность напрямую пощупать оборудование, познакомиться с основами, как оно, в принципе, работает, и на чем строится сам процесс изготовления. Чтобы стать мастером своего дела, важно получать знания под руководством опытного наставника, который в случае необходимости поддержит советом и поможет. Напомним, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. От 90 до 120 тысяч рублей за квадрат. По таким ценам сегодня продаются квартиры в спальных районах Самары. В Новый год рынок жилья вошел в замерзшем состоянии и только сейчас начинает приходить в себя. Застройщики еще боятся выпускать новые проекты. Жители не спешат с покупкой жилья из-за нестабильности в мире. А те, кто раньше инвестировал в недвижимость, ищут другие источники дохода. Ситуацию на рынке жилья обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. Пандемия, специальная военная операция, частичная мобилизация, санкции, экономические потрясения. На все эти события активно реагирует рынок недвижимости. В Самаре со второй половины прошлого года, как рассказывают эксперты, ставки по ипотеке взлетели, люди стали отказываться от кредитов, спрос на жилье упал, а застройщики, наоборот, начали поднимать цены, доведя их до запредельных значений. Мы надеялись, что увидим какое-то иное движение рынка. И действительно, в конце прошлого года рынки встали, практически все сегменты. То есть продажи ушли на исторический минимум, количество продаж, цены, потому что держались на максимуме. Немножечко подогревало еще пока действующие льготы по ипотеке. В этом году льготные ипотеки продлили, но уже на иных условиях, отличающихся от прошлогодних. Соответственно, все это привело к тому, что рынки замерли в ожидании каких-то новых горизонтов. Из режима ожидания рынок пока так и не вышел, а цены не спешат снижаться. Сегодня квартиры в областной столице продаются в среднем от 75 до 150 тысяч рублей за квадратный метр. Элитное жилье в престижных районах гораздо дороже, но и своего покупателя оно ждет дольше. Популярностью, как и прежде, пользуются квартиры в новостройках на окраинах. Сейчас стандартные спальники наши, на которые мы всегда ориентировались, как на среднестатистическую какую-то площадку и наиболее большую по емкости рынка, наверное, уже где-то в районе 100, 95, 100, 120 в этом коридоре. Рынок сюда пришел. Вот опять же говорю, будет ли какая-то существенная коррекция вниз еще наблюдаться, пока непонятно. Но вверх вряд ли, потому что цены и так уже запредельные относительно покупательной способности населения. По словам финансистов, в этом году ситуация на рынке жилья и ипотеки будет характеризоваться высоким уровнем неопределенности. Это будет спровоцировано в первую очередь возможным ростом ставок по ипотечным кредитам, который будет спровоцирован ростом стоимости риска, в то же время и вероятным ростом стоимости фондирования для ипотечных кредиторов, который будет спровоцирован в свою очередь ростом ключевой ставки. В то же время привлекательность жилья как инструмент инвестирования будет снижаться на фоне возможного падения цен на первичном и вторичном рынке жилья. В первую очередь, это коснется вторичного рынка, там глубина падения может достичь 20%, на первичном рынке глубина падения не исключена на уровне 12-15%. В этом году инвестировать будут не в недвижимость и валюту, как раньше. Деньги могут вкладывать в покупку автомобилей в связи с дефицитом некоторых марок и запчастей. Ожидается также рост вложений в российский фондовый рынок в акции «Голубых фишек». Однако тем, кто покупает жилье не для того, чтобы заработать, эксперты, как обычно, советуют не ждать лучших времен, а решать квартирный вопрос здесь и сейчас. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Смартфоны, зонты, перчатки, украшения, а также кошельки, сумочки и ключи. Если болтун – находка для шпиона, то потерянные вещи – находка для таксиста. Среди неординарных предметов, которые удавалось найти в самарском такси – живая рыба, кот в переноске и даже воздушные шары. В какие дни недели вещи теряются чаще всего, и что делать, если возвращать их таксист не планирует, в вопросе утерянных ценностей разбиралась Ольга Павлова. Где мой телефон? Подождите телефон! Какая знакомая для многих ситуация и, на первый взгляд, безвыходная. По статистике, в 65% случаев именно смартфоны клиента самарского такси забывают в автомобилях чаще всего. Специалисты рекомендуют не паниковать и не медлить. Если вы недалеко от дома или офиса, можно воспользоваться телефоном близких или коллег и позвонить в службу поддержки. Спокойно рассказать о неприятной ситуации, в которую попали, связаться с водителем и ждать возврата усиленной вещи. Так и сделал Андрей Овечкин, когда оставил свой смартфон в такси. Водитель говорит, после вас уже было там, по-моему, 7 или сколько-то клиентов, не видел ваш телефон, не брал. Все. Милицию обратились, заявление написали, все, никаких следов. Хотя мы им дали все данные, паспорт, телефон, можно же все вычислить, где он находится. Все, телефон потерялся, телефон дорогой. Чуть больше повезло жительнице Самары Наталье. Оставленная на пассажирском сидении вещь, была возвращена ей в целости и сохранности. Разочаровываться в человеческой порядочности не пришлось. Мы оставляли в такси зонтик, как-то забывали. Соответственно, связались с оператором. Ну, соответственно, нам это вернули. Просто с другой машины прислали к нам на адрес. По утверждению юристов, передача утерянной пассажиром вещи даже не акт доброй воли, не вопрос порядочности, а обязанность таксиста. Он должен передать организацию, на которой работают, или же, если он работает сам на себя, например, индивидуальный предприниматель, то он должен передать такую вещь либо в полицию, либо органу местного самоуправления, районную администрацию. Если таксист этого не сделает, начнет торговать вещами, вынимать из телефонов сим-карты, а тем более угрожать пассажиру расправой с оставленными в машине ценностями, ему грозит ответственность. Это же, конечно, кражи. Если бы административная ответственность, если вещь стоила менее 2500 рублей, ну, допустим, какой-нибудь кошелек пустой, если же более, то это же уголовная ответственность и за кражу, за тайное хищение имущества. Воры накажут по административной статье 7.27, а если сумма украденного, как озвучил юрист, превысит 2500 рублей, то уже по 158-й уголовной, на срок до двух лет. В большинстве случаев отмечает водитель 40-летним стажем Владимир Соловьев с клиентом удается договориться. Таксистом Владимир Михайлович работал еще до перестройки, захватив начало и середину 90-х. Тогда очень мне нравилось. Вот если вернуть мне в старое время, я бы, наверное, пошел бы в такси опять работать. В его автомобиле, кроме традиционных перчаток, шапок, косметики, оставляли гитару, живую рыбу и даже связку воздушных шаров. Один раз мне оставили портфель. В этом портфеле две трехлитровых банки с грибами были и бутылка водки. Я отдал диспетчеру, а там уже не знаю, куда это все. Дошло до хозяина? Нет. Исходя из социсследований, самые забывчивые клиенты Самарского такси – люди в возрасте от 25 до 35 лет. Вещи чаще всего забывают в субботу и воскресенье, а также в будни ночью, когда возвращаются из ресторанов, театра или кино. Если говорить о днях недели, то в первый рабочий день люди оставляют в такси часы, во вторник – наушники, в середине недели – планшеты, в четверг – книги, в пятницу готовятся к выходным и начинают отмечать окончание рабочей недели, поэтому наиболее рассеянны и теряют в такси паспорт. В субботу рассеянность усиливается, и люди забывают смартфоны, а в последний день недели почему-то торты. Если вернуть утерянные вещи не удается, юрист рекомендует подать заявление в полицию. В первую очередь, конечно же, обратиться в полицию, поскольку есть подозрения на то, что таксист намеревается решить расхищение, о котором мы сказали. И это будет, наверное, один из самых наиболее эффективных способов, поскольку в таком случае понятно, что договорные методы разрешения конфликта невидимо исчерпаны. Обращение в полицию может помочь. Статистику необычных утерянных предметов не так давно опубликовал один из агрегаторов такси. Люди оставляли в машине кота в переноске, маленькую собачку, смокинг для маленькой собачки, волшебную палочку Гарри Поттера, а также шубу, нижнее белье и даже клетку с говорящим попугаем. Владелец птицы так на связи не вышел. Зато таксист подружился с попугаем и стал брать его на ночные смены, где тот то и дело повторял «Не спать». Дело говорит «Не засыпайте на пассажирском сидении и берегите свои вещи». Ольга Павлова, Константин Головин. События. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...